Глаза разбегаются. Торговцы искусственными цветами вытесняют других продавцов с рынка. Сезон продаж стартовал задолго до Радоницы. Партии пластиковых растений попадают к нам в основном через Россию. Торговля ко дню Радоницы начинается с 10 апреля. После согласования с Бобруйским госполкомом определено в пределах 15 мест торговлю искусственными цветами. Прилавки центрального рынка пестрят красками еще с прошлой недели. Яркие букеты встречают покупатели при входе с Держинки. В данный момент у нас по договору 30 точек, 30 П работает. Ранее были у нас цветы около первого сектора, сейчас все цветы здесь. Сезонный товар можно не только перепродавать, но и сделать своими руками. Сегодня в Бобруйске более тысячи ремесленников. Чтобы законно монетизировать хендмейт, нужно лишь встать на учет в налоговую и заплатить одну базовую. Никаких махинаций. Назвался грузинем «полезай в кузов». Осуществление реализации товаров, работы услуг без постановки ремесленникам, без постановки на учет или без уплаты сбора, полечет наложение штрафа, пять базовых величин. У практичных искусственных цветов есть и обратная сторона. После праздника на свалке оказывается около миллиона пластиковых растений. Они разлагаются почти пять веков. Экологи, которые год, бьют тревогу. Однако все больше людей и вовсе отказываются от пластиковых цветов. В тренде живые многолетние растения. Отличной заменой растениям, которые не цветут и не пахнут, могут стать живые Дороникум и Дицентра. Ирисы, хохлатки и примулы. Для посадки на кладбище отлично подходят и луковичные, тюльпаны, нарциссы, гиацинты и крокусы. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360.